Взвешивание и мастер-класс позади. Сейчас для участников второго международного фестиваля по борьбе с самбо среди юношей и девушек до 15 лет самый ответственный момент – выход на ковер и схватка. Сегодня за звание лучших борются участники со всего Поволжья и стран СНГ. Также в Ульяновск приехали спортсмены из Донецкой Народной Республики. Ковер разделен на три зоны. В каждой по два участника своей возрастной весовой категории. Фестиваль проходит период пандемии, поэтому организаторы спортивного события, городская федерация самбо постарались максимально соблюсти все антиковидные меры. Кроме разделения самбистов на группы, спортивный зал педагогического университета оснастили рециркуляторами. Всем участникам и зрителям на входе выдали фирменные маски и измерили температуру. Древой, древой, да! Жаня уже было. Древой, да! Дружба, дружба! Основная фестиваль – дружба народов, да. Объединить народы, показать, что мы едины, мы вместе. А для детей, а для детей – это праздник. Идею объединения дружбы народов вложили в красочное представление на торжественной церемонии открытия фестиваля, которая началась с построения спортсменов под звуки барабанов. После на ковер вышел ансамбль с танцами народов мира. Подбадривали перед соревнованиями ребят-десантники с показательными выступлениями, приветствовали юных самбистов и почетные гости фестиваля. Именитые спортсмены, представители власти и духовенства. Когда смотришь на этих ребятишек, когда понимаешь, что они сегодня в выходной день заняты делом, не болтаются где-то во дворе, не сидят в телефоне, не в интернете, а сегодня здесь на ковре доказывают свои лучшие качества, конечно, у меня просто от этого радуется душа. И мы понимаем, что все то, что делается, делается не просто так, делается не зря. У каждого спортсмена минимум два, максимум пять выходов на ковер. Для некоторых участников фестиваль в Ульяновске первое масштабное событие в их карьере. Илья Макаров из Ульяновска занимается самбо с 7 лет. Сейчас ему 14. В международном фестивале по самбо он принимает участие во второй раз. С хваткой вполне доволен, потому что, как сказать, практически с хваткой доминировал. Волноваться не надо. Надо просто не думать об схватке и выходить, бороться. А вот для Максима Кузнецова из Донецка международный фестиваль по самбо в Ульяновске первый. По словам юноши, в этом виде спорта его привлекает не только схватки, но и элемент уважения к своему сопернику. Соперники сильные. Надо бороться, надо уважать друг друга. Прежде всего, самбо – это уважение к друг другу. Поднабраться опыта. Ну и вообще спасибо своему сопернику, хочу сказать. А как проявляется уважение? Что значит уважать? Это вот, когда мы ходим на ковер, мы поджимаем друг к другу руки. И хоть мы на ковре соперники, то в жизни мы должны быть друзьями, помогать друг другу. Потому что самбо этому учат как раз. Оценивает самбистов судейская коллегия по бальной шкале. Прежде всего, рефери обращают внимание на броски и технику выполнения. Бросок из стойки считается чистой победой. Цеты присваиваются максимальные 8 баллов. Также во время фестиваля за юными самбистами наблюдает почетный гость, боец смешных единоборств, двукратный чемпион Европы и мира, заслуженный мастер спорта России по самбо Денис Гольцов. У нас много ребят выступает на профессиональной арене, на смешанных единоборствах. В частности, ребята за рубежом, на западе. Ну, я в том числе. Потому что для продвижения нашего вида спорта нужна действительно огласка мировая. Потому что в России этот вид спорта все знают, да, но этого немножко недостаточно. И пока в основном в зале идут схватки среди юношей, в зале для разминок на втором этаже к выходу на ковер готовятся юные самбистки. Вика, расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты занимаешься самбо? Ну, это произошло все в период ковида, потому что мой младший брат занимался самбо, и их тренер встроил тренировку на улице, и я решила просто побегать. А в то время я закончила заниматься профессиональной художественной гимнастикой уже второй год вроде бы. И я решила просто, ну, побегать, и вдруг мне понравится. Ну, позаниматься. И в итоге у меня вот так вот получилось, и я пошла заниматься. В планах у городской федерации самбо продолжать традиции фестиваля и дальше, а также провести в Ульяновский кубок командующего ВДВ по самбо, где за первые и вторые места будут присваиваться спортивные звания. А победители турнира поедут на чемпионат России по самбо. Ринат Алиулова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.